Письмо из преисподней Но мы сегодня в России видим то же самое, только в еще худшем изводе в интернете, в разных комментариях, которые люди пишут на новости, в социальных сетях и тому подобное. Я, ваше разрешение, прочитаю кусочек, которым мы закончили предыдущий отрывок, чтобы вам это подчеркнуть. Никакая бездна, похабщины или даже кощунств так верно не послужит судьбе клиента, как простое открытие. Можно делать почти все, что хочется, не только без осуждения, но с полным одобрением окружающих. Либо же бы увидели в этом шутку. Любое сомнение не хватило через край. Мы подаем ему как фундаментализм или недостаток чувства юмора. Однако пошлость лучше всего. В первую очередь она очень проста в употреблении. Только умный способен всерьез пошутить над достоинствами, да над чем угодно. Но привычку глумиться, делая вид, что достоинства смехотворны, можно привить каждому. У пошляков шутка всегда висит в воздухе. Никто не сказал ничего остроумного. Однако же о любом серьезном предмете говорят так, будто уже обнаружили в нем нечто смешное. Но, дорогие друзья, замечу от себя, что общество верующих, самых разных верующих, даже далеко не только христиан, но верующих людей, хорошо уже по меньшей мере тем, что от такой дряни оно свободно. Навык пошлости, продолжает бес, если его закрепить, ограждает клиента от противника броней, крепче которой не найти. Пошлость совершенно свободна от угроз, присущих другим источникам смеха. Она не имеет ничего общего с радостью. Она не заостряет, а глушит разум. И между пошляками не возникает никаких добрых чувств. Закончим письмо цитатой из Блаженного Августина, из его исповеди. О, вражеская дружба, неуловимый разврат ума, жажда вредить на смех и в забаву, просто потому, что стыдно не быть бесстыдным. Дорогие друзья, принимайте это очень всерьез. Эту смешную тему очень и очень всерьез. Доброго ночи. Субтитры создавал DimaTorzok